Итак, смотрите внимательно. Запомните одну вещь. Сценарии это основное то, что поможет вам вообще правильно идентифицировать направление движения, посмотреть запас хода. Почему? График это единственное то, что вы видите. Вы ничего кроме графика видеть не будете. Я вообще честно не смотрю там ни объемы никакие, ничего. Мне интересно, например, как ведет себя инструмент. Давайте я сейчас просто эту картинку более внимательно просто опишу вам и вы поймете. Итак, смотрите внимательно. Значит инструмент упал с 20 долларов до 6 долларов. Задавайте всегда сразу себе вопрос. Инструмент упал на 14 долларов относительно 20 до минус 70 процентов падения. Почему никто не откупает? Почему шарты не откупает? Посмотрите внимательно. То есть есть явно выраженный уровень. Есть явно выражено то, что инструмент очень много прошел. Многие из вас, многие из вас поставят этот инструмент на отбой, то есть в обратную сторону. Но если вы посмотрите, то вот эти вот два бара, то есть они несут очень важную информацию за собой. Первое. Видите, у инструмента, так называемая, нет реакции на ложный пробой. И второе. Инструмент закрылся все равно под самого, то есть так называемый ближний тест. Это показывает то, да, можете потом эти все графики проверить, что инструмент не готов откатываться. Вот это очень и очень важный фактор. То есть вы когда в первую очередь, то есть всегда обращайте внимание на реакцию или отсутствие реакции инструмента. То есть как говорят, что произошло, чего не должно было произойти и что не произошло, то что должно было произойти. Это две основные вещи. То есть если вы видите, что по сути дела там должен быть отскок, что инструмент очень много прошел и инструмент вообще не готов идти. То есть если вы видите, то есть если вы видите, что инструмент там нет, никакой реакции нет, абсолютно не откатывается и все остальное. График вам во всем поможет. Если убрать человеческий фактор, график вам поможет во всем. То есть вы поймете, когда инструмент готов идти, когда инструмент не готов идти, сколько инструмент может пройти, куда поставить стоп. Да, бывают ситуации, да, бывают ситуации, когда например в инструменте все понятно, все красиво. Он просто взял и пошел в другую сторону. Ну и что? Ну получили законный стоп лосс. И все. И нечего, не за что даже переживать. Давайте посмотрим еще несколько сценариев. Перед тем вообще как садиться торговать, мой совет один. Сядьте, порисуйте картинки. Посмотрите, какое количество процента сценариев у вас получается, что у вас не получается. Мой совет один, мой совет один. Посмотрите внимательно. Сейчас вроде и курсор не должен бегать, значит посмотрите внимательно, какое количество сценариев у вас получается хороших. Вот это очень важно, То есть каждый раз, когда вы рисуете картинки, вы посмотрите вообще, как себя ведут инструменты. Мой совет один. Сначала смотрите обыкновенную статику. Просто элементарно. Берите, просто смотрите какие-то статические картинки. Вот как здесь, например, видите, инструментом уполовинился 50%. Вот если вы видите, что инструмент действительно нормально реагирует на какие-то моменты, то есть сколько он набирает, где он откатился и все остальное, только тогда работайте с той информацией, которую, по сути дела, вы получили. Очень важно, очень важно, очень важно понимать сценарий. Давайте я сейчас элементарно, сейчас, одну секунду, включу просто график любой живой секунды. Мы посмотрим живой график. Первое. Вы должны понимать одну очень-очень-очень важную вещь. Смотрите. Значит, у меня Тесла стояла на шортовом листе. То есть Тесла очень хорошо смотрелась на шорт. По Тесле были не очень хорошие новости. Две плохие новости были. Первая. Первая плохая новость по Тесле была то, что вызвали Илона Маска в суд. Вообще по какой-то такой полной вообще хуйне. Ужасной хуйне. Полной хуйне. А вторая проблема была то, что Тесла отозвала больше миллиона автомобилей, которые были проданы в Китае. То есть две плохие новости. Видите? Когда выкупает полностью плохую новость, как здесь, видите? Полностью плохую новость выкупили. Это показывает то, что спекулянты, которые сидят в этом инструменте, они гораздо более умнее, чем все остальные, которые общаются с новостями. То есть что в таком случае делать? Вы должны посмотреть, насколько, например, есть какие-то впереди какие-то сильные уровни. Вот, например, давайте посмотрим. 173.80, 174.43, 173.57. То есть вот у нас есть так называемая зона. Вот, как мы сказали, обычно берется по хайбарам. И вот относительно этой зоны просто вы сделали, поставили полосочку, поставили накопление и ждете, когда, по сути дела, этот инструмент будет копиться. Почему? Потому что в данном инструменте, в данном инструменте произошло так называемое отсутствие реакции на новости. То есть это уже хорошая новость. Почему? Запомните одну очень важную вещь. Спайдер вообще на месте. Смотрите, я такого вообще затухания волатильности на рынке не видел. Запомните одну очень важную вещь и будем с вами сворачиваться. На рынке самое важное вообще, что может быть, это реакция инструмента или отсутствие реакции инструмента на какую-то из новостей. Поэтому очень важный фактор, как я уже сказал, для того, чтобы убрать страхи, нужно построить себе хорошую теоретическую базу. Вот в прямом смысле слова. Вот если вы уберете страхи путем знаний, да, почему люди боятся? Люди боятся от незнания, да. Вот давай пойдем в лес. Да, я читал книжку «В лесу Мишка». Хорошо. Я читал вот «Если в озеро прыгнуть в Майами, там крокодилы». Согласен. То есть, есть вещи, которых нужно бояться, а есть вещи, которых бояться не нужно. Так вот в трейдинге нужно бояться незнания.